Вести Карачаева, Черкесия В рамках акции «Сохраним лес» в республике будет высажено более 14 тысяч саженцев. А теперь об этих и других темах подробнее. 20 октября в 11 часов в Большом зале Дома правительства состоится очередная 41-я сессия Народного собрания. Парламентариям предстоит рассмотреть несколько законопроектов, в числе которых о внесении изменений в региональные законы об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на 2022 год. О ежемесячной денежной выплате, назначаемой на детей в возрасте от 3 лет до 7 лет включительно, и на деление органов местного самоуправления, муниципальных районов и городских округов. На базе образовательного центра «Сириус» в Сочи прошла межрегиональная конференция для представителей субъектов России и получателей субсидий на создание региональных центров в 2023 году. Для педагогов занятия провели и поделились опытом выдающиеся деятели российской науки, ведущие педагоги лучших вузов физико-математических и химико-биологических школ, тренеры национальных и региональных сборных по математике, информатике, физике, химии и биологии. Карачаево-Черкесию представляла делегация во главе с заместителем министра образования и науки Лейлой Атаевой. Делегации регионального миссельхоза во главе с руководителем ведомства Анзором Боташевым совместно с главой Адыгехабльского района Эдуардом Деревым посетили АПК при Эльбрусе. Гости осмотрели яблоневый сад интенсивного типа, оснащенный противоградовой сеткой, производственную площадку и фруктохранилище с сортировочно-упаковочным оборудованием вместимостью 5000 тонн. Общая площадь сада составляет 250 гектаров. На сегодняшний день уборка урожая идет полным ходом. Уже собрано более 6000 тонн с площадью 97 гектаров. В Северокавказском институте филиале Ранхикс в рамках федерального проекта «Содействие занятости» продолжается бесплатное обучение граждан по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Подробности сообщил директор Северокавказского института филиала Ранхикс Азамат Лисов. Самые разные программы. Это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. На госуслугах проходит голосование за бесплатное подключение малых населенных пунктов к мобильному интернету. Села, поселки и деревни с численностью жителей от 100 до 500 человек, которые наберут больше всего голосов, будут подключены к 4G уже в этом году. И вот за какие населенные пункты республики можно проголосовать – Баралки, Дубянский, Нижняя Ермоловка, Новоисправненский, Фроловский, Хусак, Ордонек, Эльбрусский, Евсеевский, Козелтагай, Солнечный, Ершов, Пхия и Абазакт. Голосование продлится до 12 ноября. В 13 многофункциональных центрах МАИ-документы, расположенных во всех городах и районах республики, стало доступным оформление документов на газификацию жилого помещения и на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и на поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд. Получение услуг газовых компаний в МФЦ одновременно с подачей документов на регистрацию недвижимости позволит жителям республики заметно сэкономить время. В Карачаевске продолжаются ремонтные работы на стадионе Саулук. Решение о его реконструкции было принято в 2020 году главой республики Рашидом Тимрезовым в ходе рабочей поездки. О том, какие работы ведутся на объекте, рассказал главный архитектор бюро АРК «Проект» Ислам Крымшамхалов. Проводим реконструкцию всего стадиона, начиная от футбольного покрытия, заканчивая под трибунными помещениями и самими трибунами. И при благоустройстве прилегающей территории. После реконструкции на стадионе появятся две раздевалки для двух футбольных команд, необходимые санитарные помещения. И на втором уровне трибуны будут размещены комментаторская и вип-ложа. Компания «Газпром» газораспределения «Черкеска» завершила подготовку системы газоснабжения республики предстоящему осенне-зимнему сезону. Специалисты провели комплексное приборное обследование и техническое диагностирование подземных стальных газопроводов. В целях повышения устойчивости к коррозии выполнили окраску наружных газовых сетей. Специалисты компании также проверили готовность к зимнему периоду газового оборудования социальных учреждений, детских садов, больниц, поликлиник и школ. Энергетики Карачаево-Черкесии завершают подготовку питающих центров республики к зимнему сезону. Всего к прохождению пика нагрузки на сети подготовлено свыше 2000 единиц основного и вспомогательного оборудования. Ремонтные работы и техническое обслуживание проведены на 62 питающих центрах, от которых электроэнергию получают все населенные пункты республики. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева продолжаются работы по капитальному ремонту общежития для студентов. Компания по капремонту вызовских общежитий реализуется в России с сентября прошлого года по инициативе партии «Единая Россия», комментирует информацию ректор университета Таусултан Узденов. Мы к концу этого года, к концу декабря, мы должны полностью завершить и отчитаться перед Министерством науки и высшее образование о завершении ремонта. Что касается дизайна наших проектов, это такой очень современный студенческий молодежный проект, итальянский проект был, в фасадах именно в таком свете. Но они в таком темном свете не останутся, на них будут наложены специальные аппликации из железа, которые будут отражать игра света, тени. Это все будет очень интересно и привлекательно. В Олихабес в следующем году начнется строительство нового здания для лицея на 254 места, так как существующее здание уже признали аварийным. О том, что будет в новом здании, рассказала директор лицея Елена Кетова. Новые кабинеты, оснащенные современным оборудованием, новая территория, это новая спортивная площадка, зеленая зона, ну и соответствующее все, это будет соответствовать именно новым стандартам. Средство начнется в начале 2023 года и к концу 2024 года у нас будет новое здание и все оборудования тоже будут соответственно именно вот к этому строку. Авиакомпания Red Wings свяжет Ставрополь и Стамбул. Рейсы будут запущены 14 ноября этого года. Это направление уникальное и будет доступно только пассажирам этой авиакомпании. Ставрополь удобно связана автомобильными дорогами с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, что позволит их жителям путешествовать в крупнейший и один из самых интересных городов Европы через аэропорт Ставрополя. На маршруте будут задействованы современные российские лайнеры. Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам. В поселке Правокубанском Карачаевского района появится новая котельная. Сейчас начинаются работы по разработке проектно-сметной документации объекта, строительство которого начнется в следующем году. А ввод в эксплуатацию намечен на 2024. Благотворительный фонд созидания реализует проект страницы века к столетию Государственной национальной библиотеки Карачаевой Черкесии имени Халимат Байрамоковой. Как отметила руководитель проекта Ася Байрамокова, проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаевой Черкесии путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Видеокнига, ну это мы так красиво назвали документальный фильм о библиотеке. И видеокнига, как любая другая книга, будет содержать несколько глав. Ну в нашем случае это пять глав. Каждая из глав будет посвящена определенной теме, но всех их будет объединять национальная библиотека. В одной главе мы там рассказываем про сотрудников, про тех, кто там работал когда-то, про их обычаи, традиции, ну что-то вроде семьи, потому что коллектив — это семья. В другой главе мы будем рассказывать про историю становления библиотеки, про роль библиотеки в культурной жизни Карачаевой Черкесской республики. В другой главе мы будем рассказывать о писателях и поэтах, в судьбе которых библиотека сыграла тоже не последнюю роль. И пятая глава, она как заключительная будет, у них же будет праздничное мероприятие, мы хотим это отнять как отдельную главу. Но мы хотим показать через каждую главу, насколько важна библиотека в судьбе и самой республики, и в судьбе наших поэтов и писателей. Мы их будем объединять в итоге в один фильм, чтобы у зрителей, у всех желающих была возможность в каком-то одном файле это всё посмотреть. Мы, кстати, хотим потом вот этот общий документальный фильм показать во Дворце культуры города Черкеска, там на большом экране, пригласить гостей. В образовательном учреждении поселка Кавказского Прикубанского района открылся клуб «Юный шахматист», где учащихся младших классов будут обучать занимательной игре в шахматы, а в качестве наставника выступают участники Совета старшеклассников. В процессе наставничества дети проявляют свои индивидуальные творческие способности, учатся жить в коллективе, с уважением относиться к людям старшего поколения и заботятся о своих младших товарищах. В рамках акции «Сохраним лес» высадят более 14 тысяч саженцев. Центральная акция, которая пройдёт на землях лесного фонда «Зеленчугского лесничества» в связи с погодными условиями, перенесена с 21 на 19 октября. В общей сложности в рамках акции в период с 19 по 22 октября на территории Карачаева-Черкесии пройдёт 22 мероприятия по посадке саженцев различных пород деревьев. Акции пройдёт как на землях лесного фонда, так и на территориях ряда муниципалитетов. «Сохраним лес» – ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов, реализуемая в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Министерство природных ресурсов и экологии совместно с добровольцами ликвидировало несанкционированную свалку общей массой порядка 100 тонн – это 13 камазов. Она образовалась после летнего туристического сезона. Данный участок лесного фонда является излюбленным местом установки палаточных лагерей. Они поехали защищать родину. Баннер с такой надписью появился при въезде в Олбсыш. На нём изображены парни из Абазинского района, призванные в рамках частичной мобилизации. Сейчас они заняты интенсивной подготовкой и боевым слаживанием под руководством опытных инструкторов. Ветераны регионального МВД организовали для подростков республики экскурсию в Центр кинологической службы. Ребятам рассказали о методиках дрессировки и особенностях службы их четвероногих напарников по различным направлениям оперативно-служебной деятельности. Дети также ознакомились с условиями содержания четвероногих стражей правопорядка. Во Владикавказе в Северной Сети Алании завершился Всероссийский культурно-спортивный фестиваль «Мирный Кавказ». Наши спортсмены представили республику достойно. Призовые места завоевали Артур Каркмазов, Амар Бигаджаев, Амир Тлябичев и Ильяс Бархеев. В предстающую субботу во дворце спорта «Олимп» Карачаевска пройдет открытый спортивный турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный 60-летию образования органов предварительного следствия МВД России. Организаторами турнира учреждены памятные кубки, медали, дипломы, а также денежные призы. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии преимущественно облачно, местами дождь, днем в отдельных районах сильно. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-16, в горах местами до 10 градусов. В Черкесии днем дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 15 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки. С 20 по 23 октября. В доме предпринимателя Черкесск, улица Горького, 8. Палундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2.96.58. Спешите узнать тайну пирата. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!